Так, я нажал на кнопку «Записать». Михаил, приветствую тебя сердечно. Я тебя приветствую. Скажи, где ты находишься? Ты же там где-то рядом с Кузбассом, да? Ну да, мы тут в Кузбассе рядом. Ну, город Новокузнецкий. У нас тут был такой товарищ знаменитый Киселёв. Собственно, у него я и начинал, у Киселёва. Начинал что? Ну, как бы что-то изучать. Что-то изучать, да? Понимать, живёт человек, и понимать, что не так живёт. И деньги есть, и вот всё есть, а жизнь не такая. Ну, ты посмотри, как интересно. Ты посмотри. Вот вплюнуть на всё и начать живи, по-моему. Да, ну, хотелось бы, хотелось бы. Ну, в первую очередь, для этого надо как-то освободиться от шаблонов мышления и от влияния интернета, который грузит людей сейчас чёрт-те-чем. Как, чтобы человек сам своей головой соображал? Потому что в человеке есть же в геноме творец. Правильно? Ну да, русские космисты, в принципе, они говорят простые вещи, истины. Что у каждого человека есть геном, ну, у каждого живого существа. И есть ключи его активации. Так, очень хорошо. Его активации заложены в солнце. Потому что если ребёнка воспитывают мартышки, он будет мартышкой. По дереву скакать. Если волк, будет бегать на четырёх ногах и выйти на луну. Так. Маугли, Маугли. Он будет тогда Маугли. Вот, кстати, вот, который Маугли показывает, на самом деле, там, лучший путь в возрасте трёхлетнего ребёнка. Вот уровень развития. Ну да, потому что у него воспитание такое среди животных получилось, да? Ну да, но репродуктивное путь там очень хорошо. Да, ну а как получилось так, что у него геном творца, а при этом воспитан он, как Маугли. Потому что в такое общество попало животных. Нет, есть ключи. Вот у вас есть предки. Длинная-длинная цепочка там. Кто как считает? Кто же считает? Бух идёт, кто отмартыш. Учёные спорят. И вся эта цепочка записана в вашем геноме. Да. Ну, кроме того, предки свой опыт вам передали ещё и в виде ключей активации. То есть за счёт языка, культуры, религии, социума. Сказок, былин. Сказки, былины. И вот раньше вот этим делом занимались в основном дедушки и бабушки. Да. В нашем книжке читали, сказки нам все рассказывали, песни пели. Учили работать. Так. Что делать? Воспитывали. Воспитывали. То есть у Маугли, несмотря на то, что геном творца, а в обществе он воспитался от животных. И поэтому он остался на уровне Маугли, да? Ну, конечно, есть вот такая классическая вещь, как Акбар, да, такой. Может быть, вы сказали, опыт его. Он взял младенцев, поместил в глухонемому слугу, и он за ним не ухаживал, и в результате получились идиоты. Понятно. То есть надо, чтобы, когда мы маленькие, за нами, чтобы ухаживали люди, которые нам сказки рассказывали. Как у Пушкина, да? Ну, да, конечно. Ну, и вот это все называется наследием плетка. Я ваш геном, плюс ключи его активации. Да. То есть одним из ключевых является, кто нас воспитывает, да? Ну, желательно, нет, никто. Желательно, чтобы родные люди были. Ну, да, родные люди. Паршировать в стеннике. Ну, а бывают люди, бывают люди сироты. Ну, вот это да, тут, уже тут. Ну, и как им жить? Ну, вот я, мы вырастили мальчика, вот мать моя взяла, вырастила. Правда, на гостевом режиме получилось. Ну, вот зовут Али. Вот кто на казенных харчах жил, там половина уже раза по три отсидела. А там что, не так воспитывали, да? Ну, среда криминальная. Понятно, понятно. А можно вот из такого человека, который в криминальной среде воспитывал, используя его природный геном, открыть в нем человеческие качества? Чтобы он был немогольный, чтобы он был творческим человеком, занимался любимым делом, не был склонен к конфликтам, к войнам, а чтобы занимался самореализацией, творил полезное для себя и для людей. Как это сделать? Ну, вот мальчик как получился. Ну, вот в основном бабушкина заслуга, матери моей. Сейчас уже нету, она вот в прошлом году. Ну, отслужил в армии, пришел, сейчас женился. Жена молодая, лет 16 было, ну, они как-то раньше дружили. Ну, дай Бог им здоровья и счастья. Начал курс работать шахтером. Шахтером работать. Ну, тяжело. Понятно. Дело твое. Учиться не будешь, будешь горбом таскать. Ну, сейчас же учеба тоже какая-то весьма странная, правда? Ну, я старался у хороших людей учиться. Это я имею в виду в школе, потом в институте, в академии. Ну, понимаете, в школе. Вот простая вещь. Учебник физкультуры, рекомендованный для школы. Да. Все учителя вот в нашей школе, вот начиная с педагогами, говорят, они даже понятия не имеют. Вот у нас есть учебники физкультуры профессора Матвеева. Вот я его имею в виду. Это есть стихрогенестика на нескольких страницах. Как подобрать свои приемы, чтобы снять стресс и шаблоны мышления? Учителя даже понятия не имеют, что это рекомендовано для внедрения в школу. Там еще метод шульца есть. Да, не знают. Тоже хорошая система. Ну, спасибо. Ну, шульца-то куда-то в сторону понижения от среднего уровня, да, частоты работы можно. Ну, система Алиева – это уже активный транс. Можно так сказать. Спасибо. То есть человек может управлять своим церством, я имею в виду. Вот это дело. Шульца, ты упомянул шульца, да? Да. Ты упомянул шульца? Ну, шульца – это… Кромче говори, пожалуйста, Михаил, чтобы слышно было. Это немцы. Довоенные наработки. Аутотренинг. А? Аутотренинг. Аутотренинг управляемый. Да. Мои ручки тяжелые, все тяжелое и теплое, я тут отдыхаю. Там была одна фраза. Не переходить к следующему этапу, к следующему приему, пока не освоен предыдущий. Убаги. Это в 30-е годы. Таким образом получалось, что взамен той фразе мы создали новую фразу, современную. Подбирай то, что тебе получается, отбрасывай то, что не выходит. И таким образом человек может выходить на своё состояние по критерию комфортности. А не навязывать себе то, что не получается, преодолевая трудности, заставляя себя с насилием над собой внедрять в себе шаблоны. Лёгкость, комфортность и желание продолжить приём – это критерии защищённости и критерии подбора именно своих действий. А не шаблонизироваться. Ну, как вам сказать, есть такая вещь, которая называется, сейчас я вам скажу, самая молодая часть мозга – это лобные доли. Ну, по возрасту. И вот эти лобные доли, они там, в принципе, заведуют в море человека. То есть, развивая волевые качества, они развиваются. Ну, тут ещё рекомендована также гимнастика, акробатика. Потому что маленький ребёнок, он мозг никак не может развивать, он ещё маленький, года 3-4. А акробатика вполне может заниматься, может плавать. И уже идёт развитие за счёт моторных функций каких-то, уже идёт развитие мозга. Правильно, поэтому в синхрогимнастике и говорится. Подбирай те движения, которые тебе легко делать и которые хочется продолжать. Например, плавательные или фехтовальные, или бокса, или дирижирование. Ну, подбирай себе то, что тебе подходит. Ну, не всегда так, хотя бы. Но я всё равно могу сказать, что есть методы спецподготовки, допустим. Есть методы как бы саморазвития. Это разные вещи. А есть методы оказания экстренной помощи. Ну, Борис, я знаю, что это. Когда я занимаюсь выведением человека после терактов, например, я его не могу учить, подбирай себе то, что тебе подходит. Я просто наблюдаю за ним, какие его организм сам выдаёт реакции. И говорю, делай это сильнее. Например, человек плачет. Я ему говорю, плачь. Например, он дрожит. Я ему говорю, дрожи сильнее. Например, он делает какие-то такие движения хаотичные. Я говорю, делай сильнее, потому что человек по природе творец. И у него и физиология такая. Когда он попал в стеснённые обстоятельства, организм вместе со стрессом выдаёт систему защиты от стресса. Они все это знают. В чём это защита? Когда он дрожит, например, на холоде или от стресса, он пытается в себе это укротить. Потому что ему говорили в школе, веди себя достойно. Приведи себя в порядок. Управляй собой. Укрепляй силу воды. А в данном случае, когда ему надо выйти из шокового состояния, выйти из стресса, чтобы он потом научился управлять собой. И вёл себя достойно. То после теракта, например, если у него тело требует дрожания, надо ему подрожать как можно сильнее. Чтобы освободиться от мирного напряжения. Я вас перебью на минуту. Но это простой человек, не подготовленный. Да. Просто вот жили-жили, и тут им по башке стукнули, там бомбы или там брон пролетел. Я говорю обо всех. Это неподготовленный человек. Если он летит как космонавт, то ему хоть три бомбы брось, у него стресса не будет. Ну что ты говоришь? Нет, он знает, что сделать, как реагировать и как всё. Потому что он подготовлен к работе в любой стрессовой ситуации. У них есть так называемая внештатная ситуация. Они могут приземлиться где-то среди медведей, и он там должен... Там стресса-то выше крыши. Ну, потому что их готовят. Готовят. То есть, это для подготовки космонавтов. Ну, ваш метод тоже очень такой. Не, не очень такой. Он же как раз и был и для этого тоже. И для подготовки людей к эксимлянным ситуациям. В том числе и космонавтам. Конечно. Ну, понятно. Тут говорит, что у космонавтов приятное ощущение, когда их там сперегрузят. Мы говорим немножко о разных вещах, Миша. Вот процесс отработки. Это спецподготовка. Там уже несколько других. Мы говорим немножко о разных вещах. Но, тем не менее, я вам скажу заметить, что он был товарищ Маркс. Ой, на секундочку. Можно прерваться? Да. Сейчас подойду. Я пока покажу картину, которую, приглашаю вас в коллективный разум. Я ее пишу-пишу и еще не дописаю. Она у меня поэтому называется «Неоконченная картина». Пока мне подойдет. Какого цвета добавить? Что добавить? Что убавить? Как глазики поправить? И вообще, что тут порисовать или убрать? Как ее окончить? Пожалуйста, пишите там в комментах. Потому что, когда я приглашаю в коллективный разум, мы тренируемся думать вместе. Это сотворчество. И в результате у нас обычно получаются шедевры, которые у нас есть. И в книгах, которые я пишу вместе с участниками нашей школы «Человек будущего» «Хомофутурус». Мы тренируемся сообща и создаем там вместе науку человечности. И это о том, что главное в человеке все-таки это эмпатия, это любовь, чувство сопереживания, чувство потребности созидания, потребность оказать другому человеку, протянуть руку помощи. Конечно. Это женщины хорошо понимают, что такое любовь. Они все время говорят любовь всепроникающая, любовь все обещающая. Вот сейчас как раз таки мы с Михаилом, с человеческим чувством, дружелюбие, общение, пытаемся вместе найти истину. Извиняюсь, это Кирилл, сын дяди Петя. У нас тут такой дядя Петя есть от природы талант. Он вроде как контактер. Вот он мне рожу на обоих ногах, которую Шевеллук бесполезно лечил, целый месяц за три дня в улице. Не говоря ни слова. Вот рядом сидел. Но ты имеешь в виду внушением, да? Рядом сидел и все. Ну я тоже сижу рядом с пациентом, например, ничего не говорю. Это зависит от степени его внушаемости пациента. Столько много внушаемых, например, 30% людей очень легко погружаются в транс. И если они ждут в этот момент от рядом сидящего человека какого-то полезного действия, то он может этот рядом сидящий человек вообще ничего не говорить. Ну, сейчас откричусь. Телефон откричусь. Ну, у нас тут уже, я вам немножко расскажу про себя, если можно. Давай. У меня была очень интересная знакомая, она сейчас уехала в Абакам. Город Абакам. Хакаси. Она потомственная ведьма. Ну, хорошо так называется, да. Когда бабушка умирала, она, как сказать, ей передала. У них в роду все передает. Да. Вот насчет развития, какой у нее. У нее совсем другое видение мира, чем у простых людей. Ну, вполне допускаю свое мироощущение, да. И у шаманов также, да. Смотрит на облака, говорит, а что ты не видишь? Вот, 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 вот. Обрати на это внимание. Разве вот это есть, вот смотри, раз, и облако пропало. Облако пропало? А, раз, 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 разбирал. А тут пустое. Я скажу, как это делается. Я тоже так могу делать, и ты так можешь делать. Да я... Облака на месте не стоят. Они всегда перемещаются. И бывает такой момент, если ты хорошо чувствуешь, куда оно сейчас пойдет, ты можешь сказать, вот сейчас я его разведу. Разведу облако, смотри, как я развожу, и попадаешь на самом деле в этот момент, в этот ритм, и облако рассасывается, и ты говоришь, видишь, я это сделал. Они же не стоят, как приклеенные. Нет, облако действительно убирается, это фиксируется съемкой. Вот три облака плывут, в середине одно. Вот на внуке трех, и это и все. Нет, ну, конечно, я же тебе про это и рассказываю. Нет, это... Падать по-разному. Падать по-разному можно. Давай еще раз. Вот плывут три облака. Я вижу, какой из них сейчас рассасывается. Я выбираю вам на выбор, на мой выбор. Давай я тебе выберу вот сейчас. Вот мои очки. Видишь? Сделай, чтобы они упали. Ну, это не облако. Мы пока про облака говорим. Да-да-да-да-да. А какая разница? Если ты можешь влиять на расстояние на облако, почему ты не можешь влиять на меня и на мои очки? Я на очках не специализировался, мне такое даже в голову не приходило. Ну, вот видишь, в чем дело, да? Я знаю таких людей, которые говорят, я телепат, или говорят, я говорю, ну, давай, телепатируй мне что-нибудь. Нет, ну, там есть факты, там у меня друг в этом направлении тоже работал с ней, он там съемку, как раз эти проблемы и общение с биосферой. Ты знаешь, Мишенька, и у меня был, несколько раз я делал встречу, меня Володя Аксенов познакомил, с Юрием Гордным. Это потрясающий человек, потрясающий человек, который с Месеньком встречался, с Розовой Кулешовой, там, и все он расписывал. В чем проблема была? Почему люди верили в это? Почему люди верили? И через Джона, и он там встречался, и так далее. Юрий Гордный, вот я советую всем посмотреть, кто не видел его записи, там ВКонтакте, по-моему, он есть. Это потрясающий человек, который просто взял, предложил всем, кто считает, что они могут на расстоянии делать диагностику, предложил то ли 4, то ли 5 тысяч рублей. Это было в те годы, когда за 5 тысяч рублей можно было Вову купить машину. И никто не выиграл, ни один экстрасенс не выиграл. Он предложил за шермой поставить диагнозы. Они сидели в зале, то ли 400 человек, то ли 500, никто не выиграл. Все, которые думали, что они экстрасенсы, телепаты, никто не выиграл. Почему? Потому что потом, они когда диагнозы понаставили, он шермы убрал, а там были же стоят. Никакого ни мужчины, ни женщины. Они их диагнозы налепили. Мне тут опыты ставили, он сам художник, очень талантливый был, у которого руки с нужного места мог все делать. Кто? У меня был друг, он сейчас погиб, подурит. Да. Ну, самое простое, погиб от того, что сделал вот эту прививку. Ну, вот сделали, потому что люди внушаемые, ну, внушили им, что делать, а они все делают. Ну, что делать? У инсульта и все. Не слышал. Три дня не прожил, инсульта и до свидания закопали. Может у него случайно, может быть не случайно, может из-за прививки, потому что потом же они сами написали, что не все проверено было достаточно быстро и так далее. Ну, это очень сложный вопрос. Такая, Магомедовая. Клинические испытания, там, сами знаете, какие сроки требуют на отработку все это. Конечно, это значит, не меньше, не меньше лет. Конечно, конечно. За месяц это не сделаешь. Никогда. Это преступление. Так что, бог не. Нет, ну, вот тут делали опыт, вот, допустим, она вылечила двухстороннюю катаракту дистанционную в моей саборке. Боже, буквально недавно вылечил. У нашей Нелечки Зариповой, которая наши книги, вот, печатает наши книги, где участники школы Человек Будущего, где много участников свои советы пишут, свои приемы на основе принципа ключа. Нелия Зарипова. мне сказала, у меня знакомая, у которой катаракт, можешь посоветовать? И мы за три дня убрали это, потому что катаракта это такое состояние, когда ты видишь, как будто через водопад такой. Собака была слепая, натыкалась мордой на все, что убрала. Ну, вот ей потребуется. Ну, я тебе говорю, а мы сделали у нашей пациентки, которую Нелечка дала, мы сделали за три дня. Ну, у Лени такая уже сформировавшаяся была, а начинавшаяся была, и мы предотвратили это дело. Оказывается, это очень много может быть сделано полезного, о чем люди не знают, и поэтому они воспринимают это как чудеса. Вот, например, там Берг, по-моему, он там пишет, какое питание должно быть у человека правильное, чтобы катаракты не было. Да, есть упражнения определенные, чтобы катаракты не было. Ну, люди же не знают многого, а другие, другие, которые могут быть и знают, а может быть и специально пользуются незнанием народа и начинают их порабощать, подключать каким-то там своим сайтам, где обещают прилив денег, прилив здоровья, много чего обещают, сами вообще ничего не знают, если покопаться в биографии, они в жизни вообще ни физиологии не знают, ни психологии ничего не знают, просто обогащаются, обещая людям исполнить их потребности, желания исполнить, вылечить, например, или еще чего-то, очень много людей, которые нуждаются, нуждаются и подзарабатывают на этом, что другие хочут, тому, чего сами не знают. Сейчас же время такое. Ну, я тебе про эту девушку скажу, тут изучали ее, вот он ее глубоко в суд в никого, он ее портрет писал. Ну, получается, что в одном человеке живет как бы две разных сущности. Это хорошо видно на скоростной съемке, там особенно, когда какие-то стрессовые ситуации, совсем два разных человека в одном. Что имеете в виду по-другим на скоростной съемке, что видно, что две сущности? Вот когда стрессовая ситуация, допустим, комару кустил или пчела, видно совсем другой человек, реакция другая, и лицо другое, и все другое. Не, ну, если человека укусило, у него меняется, конечно, не. Совсем другой, и характер поведения другой. То есть в одном человеке получается как бы вот по наследству что передается? То есть идет какое-то подселение, в принципе. То есть ваше человек, мы все в жизни актеры, как говорил, Шекспир, каждый играет свою роль, зависимость от того, какой ситуации находится. Если собака укусила, у него, конечно, стресс, и он искажается лицом, и может заругаться, матом, хотя может быть в школе учитель, культурующий человек. Ну при чем тут это? Это же обычная психология. Реакция поведения, высылание ситуации на неожиданный фактор. У нее в чем главная проблема была? Она даже специально училась, поступила там на психологию. Говорит, я не могу понять, почему люди врут. Почему врут? Вот когда пришел человек, я вижу, нет, он мне слова даже не сказал, я вижу, когда он родился, чем он болел, какие проблемы, я даже знаю, когда он умрет, и что с ним получится. И человек пришел за помощью и начинает врать. Говорит, зачем ты ко мне пришелся, ты врешь? Мишенька, ты про себя говоришь, что ты знаешь заранее, когда он умрет, да? Нет, это я работал с ней, мы ее изучали, тут приборно фиксировали, все тут помолить. А начинал я у Киселева, зашел внештатным ассистентом, это был еврей по национальности профессор, так, здесь, он в Израиль, к сожалению, уехал, тут, не было условий для работы, таких, очень талантливый человек, психолог, и он подобрал к себе Юрия Киселева. Киселев был без образования, но он закончил Мюнхенский институт парапсихологий был, такие корочки подходили одно время. Нет, наученники там серьезно у них. Он был, как сказать, самородок из народа. То есть, любую систему он только поглядел, тут и повторил, у него даже лучше получалось, чем у того, кто показывал. ученые мужа. Но есть такие таланты. Ну, сожрали его в конце концов, ученые мужа. Что он мог делать, я не понял. Они основали кафедру психологии в Новокузнецком году. Сначала была психология, психиатрия, потом отдельно психология, потом решали, куда там алкашей засунуть, или психология, психиатрию. Ну, съели, выгнали. Я понял. Миша, скажи, пожалуйста, ты на самом деле в телепатию веришь, да? А я знаю, что она есть. Мы в это делали опыты. А, ну, нужно мне что-нибудь телепатическое. Телепатическое, да. А что он нужно? Ну, что хочешь, я тебе скажу, получилось у тебя или нет. Социально проставили опыты, правда, мне за них там досталось, потом это, от испытуемой. Она четко, словесно передавала сообщения телепатические, все матерные. Я их все записал, ей показал. Она говорит, как мать. Вот я поэтому сказал про Юрия Горнова, потому что этот человек профессионально изучал это много лет и профессионально с этими людьми встречался и профессионально Роза Кулешова там и многие там очень многие многие люди с кем он встречался изучал. И Мессинг с Мессингом встречался. Ну, в общем, ты послушай его, он очень правильные вещи говорит, потому что некоторые люди, я тоже всю жизнь в юности занимался телепатией и занимался кожным зрением. у меня дети без помощи глаза, у них закрытые повязки были на глазах, они отгадывали, фишка зеленая или красная или синия, могли газету читать, и я сам читал газету, и потом меня пригласили в группу, где инструктор обучал детей видеть без помощи глаз через повязку, через маску. они платили там родители их то ли 5 долларов, то ли 50, это давно было, я не помню, а я сказал инструктору, а ты почему сам не читаешь без помощи, он говорит, у меня биокомпьютер старый, у детей молодой, их легче научить, а они дети с бабушками, с тетями, с мамами, и они такие мамы, такие с такой надеждой, что их детишки читают без помощи глаз, через повязку, что у них будет будущее, а я им потом говорю, этим мамам, а хотите я вам покажу, как это делается, они говорят, конечно, конечно, покажите, покажите, я говорю, давайте им повязку, они мне дали эту маску, маску, я начал читать журналистик, они говорят, ой, да учите нас тоже, я говорю, кто хочет, одна дама говорит, я хочу, я говорю, садитесь, пожалуйста, она села, надевайте эту маску, она надела и сразу говорит, ничего не вижу, я говорю, а вы посмотрите между щекой и носом, туда вниз, и она, когда журнал там увидела, она вскочила, она стала кричать, уходите отсюда, вы испортите нам всем биокомпьютер, такую истерику сделала, то есть она, когда у нее открылись глаза, когда она поняла, что их обманывают, она не выдержала, не каждый человек готов понять истину, потому что я показал на ней лично, как это делается, и она просто в такую истерику впала, ну, короче говоря, людей много обманывают, для чего это делают, ты спрашиваешь, зачем человек лжет, ну, есть ложь во спасение, есть, когда человек, например, не может не лгать, но я же не буду рассказывать про всех своих любовницах, ну, я же не буду, я шучу сейчас, я юморист, зачем кому я буду рассказывать именно своих любовниц, ну, зачем, значит, я лгу, правильно, а когда я не лгу, когда меня, как специалисты, спрашивают, о моей работе, я честно говорю, что я по этому поводу думаю, что я думаю по поводу телепатии, телекинеза, ясновидения, ты, если меня спросишь, я честно скажу, я там врать не буду, потому что я живу ради этого, что же я буду угадать сам себе, что ли, поэтому я для этого и говорю, что есть люди, которые сами себе угадут, невольно, невольно, потому что верят во все эти чудеса, не проверив, а есть люди, которые угод специально, потому что такие циники, я думаю, потому что их может быть обидел кто-то, или они в жизни разочарованы. Вы не совсем правы, тут я что могу сказать, есть точку зрения, что существует две системы знаний, одна относительно молодая, это европейская наука, это времена Коперник, Декарт, Ньютон, вот начало, ну это 17-18 век, ну примерно, когда началось, вот все. У меня и там тоже много проблем, можно сказать, она такая есть, что с хронически беременной кризисами различного рода, то есть, вся система знаний как бы переходит в негодность, хотя имеет практически все значения. и этой наукой выстроена вся наша цивилизация, нынешней. Самолеты, пароходы, космические корабли, дома, там даже ватер-клозетов, там вот все с этой области идет. И существует вторая система знаний, но их много, как бы сказать, несколько, в зависимости от цивилизации, там у каждой цивилизации был свой подход, который называется эзотерическая. То есть, эти знания, они как бы тайные и всем не распространены. Это тоже рабочее. Полно. Потому что древние цивилизации оставили очень много загадок, которые прям лежат наверху. Ну, возьмите тоже египетскую пирамиду, посчитайте, сколько может прокормить Дельтанила человеком. Там полоска земли от 10 до 20 километров. От речи. Дальше пески, вообще ничего не растет. Посчитать трудозатраты, это неимоверная задача даже для современной цивилизации построить такую штуковину, тем более не имея крана. Подъемная. А построили вовл, там еще говорят при помощи каменного аппарата и гранит рубили. То есть, ведь, факт есть. То есть, были люди, обладающие какими-то знаниями, но цивилизация деградировала и как бы знания не было. Кто с этим спорит? конечно, много вещей, которые люди еще не постигли. И что? Нет, это было достижение у людей такое. Было, было, я не спорю, и что? Таких вещей очень много. Возьмем Южную Америку, там есть огромнейшие камни, которые признаны. Возьмем времена и так далее, и так далее. Я знаю это все, и что? Возьмем Байбек, да? Да, конечно, конечно, это люди пока еще не поняли, откуда это происходит. Вот есть знания, которые еще не открыты, и что это доказывает, что есть знания? Откроют когда-нибудь? Есть карьер, где камни видно, где их убили, там лежат заготовки порченные целые, есть место, куда их укладывали, и нет ни одной дороги, ведущей оттуда сюда, по которой тащить можно было. Я согласен, и что? Ну, как-то жизнь доставляли. Ну, конечно, при чем тут это? Ну, докажут когда-то, определяют, потому что история такая, вещь, чем дальше отстоит человечество от того факта, тем виднее истина. археологи работают. То есть мы осколок более какой-то расы цивилизации, и тут самое простое доказательство, кстати, оно и в России. То есть человек использует свои мозги в лучшем случае процентов на 6. ну, естественно, что многое нами не поздно. Ну, извиняюсь, вот чтобы размножаться, кушать, справлять свои, так сказать, естественные надобности, там это и курица может. нет, ну, понятно, ну, но есть многое, что и не снилось нашим моделицам, есть очень многое. Развился такой мозг, а он сам себе там весь путь в геноме записывал, необходима потребность в нем, если как бы процесс сам по себе приводит. То есть вы не будете быстро бегать, если у вас нет потребности в этом. И у вас не было. То есть он был более нагружен. Далее идет уже, как поговорим, вот ученые-космисты, это еще со времен Феликса Эдмондовича занялись этой проблемой. Там был Барченко, там был Бехтерев институт, МОСГА основал до сих пор работать. Я его очень Бехтерево почитаю, потому что я считаю, что Бехтерев величайший, выдающийся человек, который, кстати говоря, и писал на том, что очень много людей внушаемых, очень много людей, которые связаны с тем, что они немножко попадают под впечатление. Он сам попадал как-то под впечатление, он рассказывал об этом. И он занимался проблемой алкоголизма. и он впервые, когда человека лечил от алкоголизма гипнозом, он сказал этому пациенту, теперь ты потом сам можешь у себя воспроизвести это испытанное состояние в случае, если у тебя будет рецидив какой-то. Ты вспомни, как я стоял рядом с тобой, что я тебе говорил, что ты чувствовал. И алкоголик потом мог воспроизводить у себя самостоятельно. Это были первые опыты по саморегуляции. Конечно, я за этого очень люблю Бехтерева. Конечно, единственное, что Бехтерев, если бы это ему в самом гипнозе сказал, что ты можешь это воспроизводить, тому легче было бы это воспроизводить. А он сказал после сеанса. А я научился потом гипноз вызывать у человека и в гипнозе это ему внушать, что ты теперь сам можешь воспроизвести, если будешь считать до пяти, глядя в точку, поставив себе время как внутренний таймер и по истечению этого времени автоматически выйдешь оттуда, сам себе решив ту задачу, например, голова, чтобы перестала болеть или чтобы у тебя мотивация появилась, язык учить там или рисовать. Это были первые опыты по ключу. Я очень люблю Бехтерева, я потом работал в институте у Натальи Петровны Бехтеревой, мы с ней встречались, я ей лечил шею, и она мне рассказывала, ты, говорит, быстрее защищай диссертацию, потому что у меня, говорит, брат не защитил в свое время диссертацию, и поэтому у него были проблемы, а ты должен защититься, я тогда совсем маленький был, она мне это говорила, что надо новое спасать, защищать, потому что у них была пациентка, которая после операции на глубинах мозга с обживленными электродами, она через два месяца попала под трамвай, а потом институт обвинили в том, что она попала под трамвай из-за их операции, поэтому она говорит, ты должен защититься, и вот я потом через много-много лет защитился в центре авиационно-космической медицины, но вопрос в том, что я встречался еще в Венеграде с главным психотерапевтом СССР, с ним разговаривал, и мы с ним подружились, и он мне говорил, у меня есть такая слабость, я люблю защищать людей талантливых докладами, ты напиши 20 страниц доклада, а я продвину, чтобы тебе защиту обеспечить, а он профессор, доктор, главный психотерапевт СССР, я ему написал 20 страниц текста, и он мне потом, когда ему позвонил, я говорю, ну как мой текст, я такой доволен, что я сумел написать так просто, понятно, а он мне говорит, слушай, кто же так просто пишет, как же мы тебя защищать будем, ты понимаешь, что делать, для того, чтобы защитить диссертацию, надо по крайней мере записать, это же тоже своего своего образа театр действия, что там должны быть термины, что там должно быть много чего, а я так просто написал, что как делать, как же мы тебя защищать будем, поэтому я тогда не защитился, а защитился потом, через много лет. Карвасадский, вот такой был мужик, он занимался психоанализом по классическому варианту, ну там клинику я заведу, он мне говорил, я занимаюсь психоанализом по классическому варианту, очень интересный такой человек был, Карвасадский, вот такой был. Я вас воспринимаю как ученого космиста, создавшего методику получения человека будущего и давшего практический результат. Никто же не будет спорить, что космонавт это пример человека будущего. Ну конечно, никто не будет. И человек, который способен работать в любой стрессовой ситуации, выживать в любых условиях с железным здоровьем и способен постоянно неуклонно работать над собою. Я думаю, конечно, у каждого человека живого, он же не робот, а космонавта, у каждого живого человека есть свои свои свободные я знаю космонавта, который просто потом выйдет из космонавта. Я же жил в Звездном городке, у Андрея Григорьевича Николаева, замначальника Центра подготовки космонавтов. Я знаю лично всех генералов, которые так были, я знаю всех не генералов, и я знаю еще маршала Советского Союза Монина, который с Комарохова, с которым мы встречались, это потрясающий человек был, дважды герой Советского Союза. анекдот рассказывает современно, что перебивать. Сейчас вот этой всей МОО и заведует бывший танкист, мне не нашли во всей стране того подставить. Может быть такое, это там Монина, да? А? Монина или где? Ну, вот это все ракеты, авиационно-космическими войсками. Понятно, понятно. Я сейчас даже не смотрю кто-то. Миша, я хочу тебя спросить. Я всю жизнь занимался телепатией, я потом, к сожалению, своему пришел к тому, что мечта человечества передавать мысли на расстояние, к сожалению, когда эксперименты делаешь, всегда люди говорят, а я сегодня не был готов, я сегодня был не в том настроении, но не получилось сейчас, обычно у меня получается, ну, всегда так говорят, когда действительно хочешь проверить на самом деле. Я вот сколько человек просил, уже не про телепатию, а те, которые были уверены, что есть летающие люди, потому что в свое время там в Махариши или кто-то там писал, есть летающие йоги, и многие этому поверили, потому что я потом в этом институте профилактической медицины доклад делал, я потом несколько этих человек попробовал, я говорю, ну, полетайте, покажите мне, они ко мне домой приходили, сидит у меня женщина в углу комнаты и медитирует, погружается в транс, потом начинает вот так подлетывать, подприливать, вот так, она долго погружалась, минут 30 наверное, потом стала подпрыгивать, я говорю, ну и что дальше, она говорит, вот сейчас мы подпрыгиваем на 5 сантиметров, завтра будем на 10, а послезавтра полетим, я говорю, слушайте, но есть же разница большая между тем, что идем моторно подпрыгивать, как руки расходятся от мысли, потому что также и мышцы включаются, есть же большая разница между тем, что подпрыгивать и между тем, что полететь, она не слышит, потому что она живет своей доминанте, она не слышит то, что я ей говорю, для нее разницы нет. У космосов очень много наработок, вот китайские товарищи, ну, во-первых, как бы сказать, есть народная сказка, которая читает всем маленьким детям, скорее всего, вы ее знаете, сказка о курочке Рябе. Да. Вот спросите учительницу, а для чего ребенка, к чему она ребенка кушает, ну, курочка, яичко, к чему, что курица есть. А, где ты, баба, да, и была у них ку, очка и Ряба. Вот, чтобы тут разобрать надо, или маленько белорусский язык так, что-то изучать, или, русский он неполный, или украинский. Очка это зирка, глазок, да, глазки и звездочки, зирки по-украински звездочки, зирка, да, вот очка, то есть небо, звездочки и глазки. уры это учителя ариев по преданию, духовные наставники, ну, выше ариев только боги, да, вот, из древнего пантеоза. то есть я смотрел на них небо глазами звездных учителей, можно это назвать космических пришельцев, или кто верит, что какой-то дед на облаке, там, у каждого свой какой-то образ, но я больше склонен к представителям высокоразвитой цивилизации, которые, возможно, они не переживают, возможно, от кухни гуманистического направления, но есть контактеры, которые с ними общаются, институтом Бехтеров было сообщение, разработана методика контактов на над этой темой у нас вот как раз и работали в детдоме, тогда еще за это не гоняли, и хорошие результаты были получены. Очень интересно, я бы сам, я всегда мечтал в детстве, что я встречусь с иным разумом, поговорю там, допустим, я читал о Элиту Толстого, я читал обо всем этом, но так мечтал, и сейчас мечтаю, вдруг придут космические пришельцы, и помогут нам сократить кризисы и войны, всегда у человека есть какая-то надежда на кого-то положиться. Я вам скажу, вот тут отработали методику контакта, немножко с другого стороны зашли, и было выяснено, что самые подходящие контактеры получаются из студентов, педагогистки, специально, или дошкольного, третий укуса, наверное, или девушки, наверное, девушки, младше школьного. И там в контакте вопросы, а почему именно такие? Он говорит, остальные люди, мы не можем с ними общаться, они ментально заразны. Нет, вот этих людей от человечества, контактер столько нахватывается представитель, что его самого лечить в психушке потом приходит. Дело в том, что это правильно вы мне говорите, Миша, что третий курс студенточки, третий курс молодые люди, третий курс это такой возраст, когда вот мозг как бы еще не зашаблонированный, и они готовы к впечатлениям, и они готовы к мечтаниям, к улюбленности. Конечно, в этом возрасте и легко контактировать, условно говоря. Но это как раз тот возраст внушаемости. Если бы девушка в этот момент не была такая внушаемая, молодой человек ей на ушко не мог бы говорить «Я тебя люблю», и она в этот момент обо всем забывала. Нет, ну Королев очень много занимался проблемой внеземных летательных аппаратов. это и Ажажа пишет, и Чернобров об этом пишет. Чернобров очень талантливый человек был. Он там и собственно он к этому делу даже подключил к ведению наблюдений Министерства обороны. Да, я согласен, что в Министерстве обороны тоже есть люди, которые такие, как и мы, романтики. и они могут уговорить свое начальство в определенные периоды жизни. Могут обещать начать программу типа МКУ Ультра и такие всякие разные программы. Конечно, ко мне обращались иногда из Министерства обороны, из Генштаба, там как раз такие энтузиасты, которые своих начальников убедили. мне звонит один энтузиаст и говорит, ты можешь в Рязани за трое суток поднять боеспособность дивизии? А я говорю, с чего ты это взял? Он говорит, ну ты же методом крючек владеешь, он в газетах про меня почитал, и говорит, давай мне звонить. Ну это много лет назад. Я говорю, слушай, я же вообще не знаю, что за дивизия. Ну, есть такие люди, которые везде есть, они в Министерстве обороны есть. Шахтеров есть. У меня есть с которым мы в следующий раз будем делать ролик, дай бог. Он расскажет, он Шахтер, он расскажет, как он бои без правил проводит. На самом деле не бои без правил есть, а бесконтактные бои проводит. Ну, он расскажет, на самом деле бесконтактных не бывает боев. Это там люди, которые от такого движения падают, с таким удовольствием падают, потому что они заранее чувствуют, что они должны упасть. Внушаемые такие. То есть, это все основано на судистологии. насчет внушаемости есть хорошие методы народной подготовки, используют и все. То есть, как бы, чутье. Есть примочки в виде, допустим, как бы, переданных знаний. Есть, так называемые, крылья пилонов. то есть, тебе их передают, и ты можешь уже, как бы, не каждая пуля в тебя летит. А что тебе нужно? Ну, это технологии, которые, как бы, наследие предков, которое сейчас утеряно. А что, у предков были пули? Ну, у предки там были стрелы, они рубились каждый день. Там, возьмите, где-то средние века, или тысячи, год там. Если человек или не охотник, медведя брать не мог, ему уже никто не разрешали. Да, да, я в этом могу поверить. Ну, охотник с рогатиной. Ну, вот я книжку читал про те времена. Князь как набирал? Кинзал, значит, медведя взял из рогатины ножов. Дружи. Взял голыми руками, команде подразделения. Ну, может быть, такое может быть, я задумываю. Ну, там много разных интересов. Кстати, вот насчет древних знаний. Вот труды того же Авицен, они же все не переведены до сих пор. А вот почему, интересно? Не знаю, почему. Не переведены все. А он лечил такие заболевания, против которых современная медицина в тупик становится. Может быть. Может быть. Может быть. мы еще раз с тобой поговорим через недель или полторы. Мы посмотрим, как нам вопросы напишут. конкретно что-то излагать, иначе там у нас будет хаос. Вы как-то сценарий предложите что-то? Ну, хотя бы мне ну, на этот ВКонтакте сбросите хотя какие-то пункты. Вот. Я Маганет, я вам что могу сказать? Вот ученые-космисты, они работали очень много. Сам проблема была, что по закрытым тематикам. Там было очень много талантливых людей, я с такими тоже встречался, у меня было любопытно. Да. Да. То есть и были китайские товарищи, которые сказали, что марксизм в отдельной стране может иметь национальные особенности развития. Не то что по европейскому образцу, а вот каждый как по-своему. может быть, да. Понятно, если у мусульман по обычаю предков, там, четыре жены можно иметь способен их прокормить, чтобы детей много было, то навязывать ему европейские ценности, какие-то нетрадиционные ориентации, он, скорее всего, возьмет что-то по-башке оттрахнет, это уж минимум. я по этому мужчинам рекомендую, хочешь иметь любовницу, нарисуй ее. Я рисую картины, и в основном это красивые женщины, и мне потом одна дама спросила, а что это вы все женщины рисуете? я говорю, слушайте, ну так это случайно получается, поэтому я тут мужчину нарисовал. Вот мужчина, и я ее хочу сейчас дописать, и мне сейчас в коллективном разуме, у меня такой формат есть, ты знаешь, там мне будут давать советы, что тут дорисовать, дописать, чего там не хватает, что лишнее, и название придумаем, все вместе. Миша, я тебе очень благодарен, ты очень интересные вещи говоришь, потому что очень многие люди задумаются, действительно, у нас есть очень много непознанного, очень много неизвестного, и как это достичь, чтобы это понять, и не попасть при этом в лапы манипуляторов, потому что пользуясь тем, что люди стремятся, особенно молодые, к познанию, они начинают им обещать всякие вещи, а потом эксплуатировать. Ну, я что могу сказать? ученые, космисты, вот в Советском Союзе, по сути, марксизм, силу национальных особенностей России, многонациональных, перешел в русский космический, а русский космизм, это не то, что там тот королев, это, и суфий, тот же Алицена, и мусульманский мертвоз, высочайший культуры, и алгебра, и алхимия, и астрономия, и астрономия, и астрономия, даже откуда пришли. Да, это я понимаю. Спасибо. По геному у тех же таджиков вот проводили исследование, у 30% примет и арист. Это, грубо говоря, это носители Фарси и Иран. То есть расселение отошло. Я к чему говорю? Вот ученые, они сформулировали, вот что такое коммунизм? Извиняюсь, это общин. Ну, по-русски скажем. А кто вообще не живет в прямом шоу? Ну, слушай, они же общинами жили. Дерри. А какой он дерри? Был там коммунизм? Да был. Слушай, любой на себе носил только то, что в мешок положил на себе, мог и в другой город везти, в любой момент. Они же не копили ни богатства, не копили. Вот это, ну что он там, деньги собирал. Нет, тоже коммунизм и речь идет в том смысле от каждого по потребности и каждому по потребности. Не-не-не, я смысл. Коммунизм это общество каждому по потребности. Коммунизм это общество будущего, где живут развитые люди до степени обретения разума, имеющие слово. трактует. Ну, это ты так трактуешь по Марксу, по Ленину, по другому. Я дополню. Это необходимо для освоения космоса и установления связи с более развитой цивилизацией, гуманистической направленностью. Очень хорошо, очень хорошо. Очень хорошо. Требности. Вот имей совесть, какие тебе потребности. Ты не съешь ты три обеда, ты треснешь. Ну, понятно, но вот это же есть. Иметь личное время для того, чтобы размышлять о том, о чем ты хочешь, а не вечно страдать, как тебе за ЖКХ заплатить или там купить новые штаны. Ну, понятно, но это все зависит от того, какие у кого потребности. И вот этот коммунизм, о котором ты говоришь, общество будущее, общество человеческое, общество творческое, гуманистическое. Ну, я считаю, что там каждый занимается своим любимым делом. Когда занимается любимым делом, у него открывается его геном, такой вот способности творческие. Тогда ему не до того, до чего сегодня им людям. Он тогда не гневается, он тогда более уравновешенный, когда он занимается раскрытием своего исторического наследия. Ну, ты все правильно говоришь, просто я хочу в определенных частях уточнять. Что уточню? Вот ученые-космисты, там были есть, типа Менделеева, были такие систематизаторы всех знаний. Они обследовали всю доступную феноменологию. Вот в Советском Союзе. И Африку, и Азию, и Индию, и где что, приборно. Фиксировали тут пульсы, как мозги работают, инфузы. Ну, все тут это. И все, увязывали, и все. И оказалось, что вся феноменология происходит в трансовом состоянии, в особом измененном состоянии работы мозга. теперь еще открытие советских ученых-космистов. А достаточно тебе овладеть вот такой глубиной транса управляемого. И вся феноменология сама по себе к тебе приходит. Или очень легко осваивается. Только все это нужно делать по техникам без всякого насилия над собой. Потому что многим людям пообещали с помощью медитации, с помощью снятия страхов и открытия сверхспособностей. И давали такие техники, которые им просто крышу сносило, можно так выразиться. И они обращаются и говорят, что мне теперь делать. Потому что 30% людей есть сомнамбуликов, которые во сне летали, и во сне ходили, и во сне разговаривали, и они легко в транс попадают. А их ради наживы. Кто-то манипулировал, учил не тому, и потом они вот ко мне обращаются вытащить нас оттуда. Нельзя делать ничего с насилием над собой, никакие духовные практики. Поэтому критерием подбора путем перебора по методу ключ это комфортность, это легкость, это свобода, отсутствие страха, это найденный прием, который хочется продолжать, а не навязывать себе то, что вам не подходит. Хосей Маганедович, я вам что могу сказать? Вот все, что идет до системы Станиславского, где применим ваш ключ, есть несколько другая. космические любят брать программы своих товарищей и переначивают все на свой лад подгоняют. Это коллекторность коллектива бытворства. Правильно. Потому что даже запуск космического корабля это коллектив работает. Один тоже. Конечно, конечно, ну конечно. Ну конечно. это переработали. Определили, что до системы Станиславского, то есть воплощение в образ другого человека. Который Станиславский в окнечко написал вот о чем. Ну молодец просто, молодец. А с системой ключ, она вот как говорит с полкинка пускает. Вхождение в образ. Ну потренироваться надо. Поиграть на сфере. Это получится. То что идет выше, это уже дает большую нагрузку на психику. А всего ступеней девять. А вот Станиславский это третье. Не, ну молодец просто. Я горжусь тем, что наш Станиславский такие вещи написал. Вот в народной практике это какие-то у меня камера под ладони. Есть народные такие практики, допустим. допустим вхождение уже не образ человек, а образ жив на стадии управления. Ну конечно, я знаю это. Человек может в трансе войти в образ кошки и бегать как кошка, топотопорщить губы, как будто у него усики здесь. Я же с чем встречался, который с кошками работает? С конкретной кошкой. Я же знаю об этом. Нет, он может управлять конкретной кошкой. То есть распоряжаться и что она будет делать, он этим может управлять процессом. То есть если вы войдете в образ человека конкретного, как гипнолог, это лучше меня должны знать, вы можете управлять без слов. вот как бы приказывать он будет вот так. Я просто предлагаю на тему вот войти в образ состояния самогипноза и как можно вызвать у человека гипнотический транс и как в этот момент синхронизации можно ли мыслями им управлять. Мы поговорим в следующий раз как раз и хотите вот эта тема может быть интересная. хорошо отработана в Индии я вот сам там не был не видел в Индии не видел но по описаниям обычные приходит старичок с мальчиком кидает канат в небо мальчики полезут он кидает кто-то зовет кто-то не идет это ерунда конечно конечно это можно сделать описано было во времена это можно делать гипноз что хочешь можно делать гипноз можно внушить что человек собака он будет лаять у него будет фонация голоса другая перед ним сидят иностранцы англичане он их языка не знает он ни слова не говорит а они глюки сидят все одни я расскажу как это делается это все достаточно просто нет ну это осуществимо то конечно это не так сложно ставят камеру дед сидит мальчик сидит канат везде никто никуда ну да в воздухе сидит индийский йог в воздухе сидит пожалуйста а он может сидеть а может быть глюку сложить что он сидит нет он реально сидит но можно на фотокамере смотреть он специально на трос опирается оказывается у него здесь продета такая металлическая штука и он сидит на этой штуке он его может ну шить вообще без всякой штуки вот он будет сидеть а вам кажется что у него вторая голова можно на шить все угодно и голос меняется у меня сам врач она представила себе в самогипнозе что она шаляпин и ее развернуло и она запела басом она так испугалась пробежала ко мне на следующий день и говорит слушайте я после ваших занятий дома у себя попробовал что я шаляпин и запела басом не могу ли я случайно себе что-то плохое еще внушить я сказал нет-нет не волнуйся ничего плохого себе не внушишь вы как психиатр хорошо знаете что шизофрения даже управляемая вот все что выше метода этого это режим работы мозга в режиме управляемой шизофрении она очень быстро может явно мы сейчас не будем про шизофрению говорить не будем про болезни говорить потому что я не имею права в интернете говорить о том как лечиться болезни по интернету я просто врач я не имею права в этом заниматься подождите я при кафедре психиатрии психологии там болтался там на футбол и семинары мне интересно было я посещал для медиков все но это помоложе когда был ну раз лаборант или там ассистент внештатный то можешь ходить на любые мероприятия хоть на открытие там можно подрабатывать ну ладно вы понимаете вот есть народные практики они работают вот грубо говоря вот телепатическое управление кстати у мусульман это очень развито особенно в древние времена вот он на лошади скачет допустим вот шашками две шашки в бою рубится а лошадь его слушает он даже кому-то не относится им когда-то гуси бывают на конях скачут это не только мусульмане но и казаки это все есть это все есть но телепатии никакого отношения нет они работают как единое целое как единое хорошо Миш я очень благодарен за встречу и надеюсь что следующую встречу мы проведем после того как нам напишут вопросы наши слушатели слушатели пожалуйста пишите вопросы для Михаила и для меня пишите там извиняюсь я перебил давайте договориться так что мы с вами вот когда для всех ограничимся системой Станиславского остальные проблемы мы можем с вами с глазу на глаз поговорить хорошо давайте про Станиславского поговорим людей к крыше не съехало ну вот тоже хорошо про Станиславского я очень люблю Станиславского поговорим о Станиславской детские детские практики там учат можете ехать все там сейчас в интернете вы можете камнем стать обратиться как бы физкого альот можете животным стать конечно в самогипнозе ты хочешь деревом превратись хочешь в записку от Тутанхамона пожалуйста Сережа Лизянов с телевидения конкретно там в Тибете там гипнотизирую его с ним сидели шампанское пили я ему говорю спать он раз я ему внушил что он Тутанхамон второй она не изменяет он просто задает распишись расписался Тутанхамон второй потом значит я его вывел из транса и говорю ну как было а он продолжает то с чего начал он говорит меня гипнотизировать невозможно пытались и не получалось а я ему говорю а это что он там читает я Тутанхамон второй Рязанов он говорит это я что ли я говорю да который говорил да все гипнозы поддаются я тоже гипнозу поддаю все поддаются гипнозу если правильную методику подобрать никаких проблем нет Хосей Магомедович есть убеждение а есть внушение а больше ни хрена нет вот при коммуникации до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...